А мы продолжаем рассказывать истории медиков-добровольцев. Ровно год в красной зоне проработала медсестра Татьяна Санду. Всегда помогать людям – ее жизненный принцип. В госпиталь пошла работать в разгар пандемии коронавируса. Осознанно, по собственному желанию. Бендеры – инфекционное отделение горбольницы. Уже больше года это ковид-госпиталь. Медсестра Татьяна Санду работает здесь с первого дня. Начинала еще, когда медики только столкнулись с этой опасной болезнью, и никто не знал к ней подходов. Методы лечения осваивали вместе и врачи, и медсестры. Нагрузка неимоверная. Чувствовали себя, как на фронте, на передовой, рассказывает Татьяна. Медперсонала не хватало. Дежурить приходилось сутки через сутки. Вот и сейчас она буквально выкроила 10 минут в своем плотном графике между капельницами и уколами. До ковид-госпиталя я работала в 27-м детском саду города Бендера. Как началась пандемия, нам предложили, и мы пришли работать сюда, в госпиталь. Посчитала нужным, что так будет лучше. На тот момент садики были закрыты на карантин, на простой. И посчитала нужным прийти сюда, помогать. Исполнить свой долг. И уже вот год боремся с этой пандемией, с этим вирусом. В медицине Татьяна уже больше 10 лет. Всегда помогать людям – ее жизненный принцип. В госпиталь шла работать осознанно. Вначале ее не понимали даже родные, отговаривали, беспокоились о ее здоровье. Но Таня настояла на своем. 4 мая было ровно в год, как я вот работаю в этом ковид-госпитале. Не жалею ни о чем. Я должна. Я должна помогать людям, чем могу. Поначалу было очень тяжело. Сейчас уже немножко привыкли, но было очень тяжело, когда больные все кричат, что ой, плохо, ой, задыхаюсь, и не знаешь, куда разорваться, как побежать, потому что мы по одной медсестре дежурим на посту, больных много, и было тяжело. Но сейчас мы уже привыкли, как бы тактика работы уже есть. Уже наработаны и тактика, и методы лечения. Но все же самое сложное – это не физический труд медиков, а эмоциональные переживания за пациентов, рассказывает Татьяна. Хочется помочь каждому во что бы то ни стало. За большой вклад в борьбу с ковидом Татьяна Санду была награждена медалью за спасение жизни. Это ее первая государственная награда. Всегда боремся за каждого. Если больному плохо, мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы ему стало легче, чтобы ему полегчало. И вызываем и дежурных врачей, и лечащих врачей. Они смотрят, и реаниматолога. То, что назначают, мы все быстренько делаем, все подключаем. Стараемся сделать все возможное, чтобы больные уходили сами отсюда. Здоровые, конечно. Татьяна строго соблюдала меры безопасности. К слову, медики обеспечены всеми средствами защиты. Но все же коронавирус не обошел и ее. Два месяца назад Татьяна переболела сама. Как только тест показал отрицательный результат, снова вышла на работу. И одно она знает точно, что работать здесь она будет до победы. До победы приднестровцев над новым вирусом. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.